Я все подводил к тому, что есть на самом деле проблема в понимании простого разработчика, аналитика, продукт-менеджера, кто такой дизайнер, какую роль он выполняет, для чего это все, потому что мы дизайнеры, каждый хочет, чтобы все понимали весь этот смысл, что мы создаем что-то новое и все такое, но разработчики тоже говорят, тут не по гайдам, вообще-то в Android Material UI нет такого поведения в кнопочках, поэтому давайте-ка что-нибудь придумаем другое. Вот, и есть замечательная гифка, которую обычно я использую, и не только я, наверное, все, чтобы показать негативный какой-то контекст взаимодействия дизайнера и любого другого участника команды. Но в данном случае это позитивный момент, потому что здесь видно, как этот уважаемый седовласый мужчина вовлечен в работу, и это очень важно, потому что если не будет вовлечения, то это может выглядеть примерно так, в зеленой футболке от дизайнера. Когда все не понимают, для чего, как, зачем это нужно, и вот почему ты дизайнер, что ты так долго там все делаешь в своем дизайне, не может ли этот квадратик подвинуть куда-нибудь, какие-то дизайн-системы там у вас, и вот это вот все непонятно. И нельзя вот выйти один раз и всем все рассказать, нельзя там написать книгу, это постоянная работа. И я расскажу, как, наверное, мы это делаем, как мы пытаемся вовлекать людей в дизайн, чтобы все остальные участники команды понимали, что это такое. Это просто, смотрите, вот это обложки из нашего телеграм-канала, там порядка 400 человек, мы там рассказываем про релизы, анонсируем какие-то демо и так далее. И как видите, здесь они вот какой-то дизайн имеют, я не буду говорить, что это прям что-то классное. Это просто аккуратненькие картинки, которые лично я и другие лиды в нашей дизайн-команде делают сами. Вопрос почему? Потому что всегда, вот когда ты сидишь на какой-то встрече, а тебе кто-то пишет, Макс, нужна картинка для анонса какого-нибудь странной вещи, который вообще не связан. Но очень важно это делать. Очень важно, чтобы на простых примерах, когда там, на примере внутренних коммуникаций, чтобы люди ценили и понимали, что вот когда с дизайном хорошо, а когда без дизайна как будто бы не очень. И это, казалось бы, очень занудная работа, но супер важная. Продолжение следует...